Здравствуйте, меня зовут Владимир, сегодня на нашем уроке истории. Мне хотелось бы рассмотреть такую интересную тему, как НАТО и российская геополитика на рубеже 20 и 21 веков. Начнем. Сначала посмотрим, какие у нас с вами есть внутриполитические конфликты на территории Азии и Африки. Во-первых, конечно, вторжение сил коалиции во главе с НАТО и Америкой в Афганистан. Атаки на всибирный торговый центр в Нью-Йорке. Все это сплелось в единый клубок противоречий. То есть, понятно, что после того, как Аль-Каида нанесла удар по Нью-Йорку, у Джорджа Буша-младшего появились все основания для того, чтобы объявить войну Афганистану и Талибану. И в целом мировое сообщество это поддержало, и российские дипломатические круги тоже отнеслись к этому нормально. Деятельность террористической организации Аль-Каида, а также наркотрафик, который идет через территорию Афганистана и Средней Азии в Россию. Все это, в общем, вынуждал нашу страну согласиться с этими действиями США на территории Афганистана. Вот перед нами как раз знаменитые трагические события 11 сентября 2001 года, когда два самолета врезаются в башни Близнецы. Здесь мы видим как раз в верхнем левом поле то, чем это закончилось. Обрушение башен, которые погребли под собой около 3,5 тысяч человек. И здесь мы видим различные эпизоды войны в Афганистане и Ираке. Войная операция в Ираке в 2003 году, а также свержение иракского правительства, убийство Саддама Хусейна, это в принципе все произошло без санкций ООН. То есть Совет Безопасности ООН, значит, соответственно блокировал, ну, естественно, Россия и Китай, блокировали эти инициативы. Значит, на этой знаменитой фотографии тогдашний министр обороны США Колин Пауэлл демонстрирует бациллы сибирские язвы, значит, как символ того, что у Хусейна есть оружие массового поражения. Именно это, по сути, было, да, ведь предлогом вступления силы Альянса в Ирак. Но, как известно, все-таки, да, в итоге выяснилось, что это фейк. То есть никаких, собственно, бацилл сибирские язвы там у него в пробирке тогда не было. Это штурм американцами одного из дворцов Саддама Хусейна. Действия оккупационных войск, гибель мирных жителей, бомбардировки гражданских объектов, в которых активно принимали участие американские и английские войска. Тогда как раз премьером был Тони Блэр, потом который вынужден был активно отчитываться за это. В общем, все это в целом привело, конечно, к протестам по всему миру. То есть росла волна антиамериканских настроений. Тем более, что американцы применяли различные запрещенные виды вооружений, типа фосфорных бомб, значит, вакуумных бомб, которые разогревают окружающую среду до многих-многих тысяч градусов Цельсия. Ну, в общем, короче говоря, американцы отрывались там. Между тем, значит, заявленная цель операции так и не была достигнута. Вот, значит, ситуация в Ираке продолжала развиваться в сторону гражданской войны. И, как мы знаем, в итоге это вылится на этой территории, а также на гранича территории Сирии, в создание в уже десятых годах запрещенного в России государства ИГИЛ. Это привело не только к обострению на всем Ближнем Востоке, это привело также к росту напряженности в самом НАТО, потому что отнюдь не все страны готовы были полностью выполнять весь объем, как бы, приказов из Вашингтона. Вот, это, значит, у нас с вами ширится международная, значит, антиамериканская волна. А, значит, некоторые члены, действительно, наиболее старые члены НАТО, в первую очередь, конечно, это Германия и Франция, значит, заявили о том, что не готовы поддерживать односторонние действия США. И здесь вот на этой фотографии вы видите выступление французского министра национальных дел Девельпена, который заявляет, что военное вторжение в Ирак будет самым плохим решением. То есть, это деньги, это падение престижа НАТО, это многочисленные расследования журналистов. Да, к этому времени и сегодня уже довольно трудно что-то скрыть. То есть, если ты нарушаешь права человека, используешь различные, там, кассетные бомбы и так далее, то в итоге это может вылиться в серьезное расследование против тебя. Серия внутриполитических конфликтов, направленных против авторитарных и коррумпированных режимов. Значит, это то, что у нас в целом называется под общим названием «Арабская весна». Вот в целом ряде государств. Это и Тунис, и Марокко, и Алжир, и Ливия, и Египет, и Йемен. Во многих этих государствах произошли революционные события разной степени интенсивности. Вот как раз «Арабская весна», показанная на общем плане. Здесь мы с вами видим, да, магрибские страны, также страны Аравийского полуострова, где в той или иной степени, да, местные коррумпированные, да, режимы, они были в той или иной степени потрясены, да, какими-то вот революционными событиями. Значит, началось у нас все с вами в Тунисе, демонстранты, местные студенты. Все это привело, в общем, к тому, что президент страны, Зенбен Али, который находился у власти практически четверть века, вынужден был просто убежать оттуда. Вот как раз этот президент, беглый президент Туниса. А вот уже демонстранты на улицах Туниса празднуют, значит, победу своей революции. Это одна из цветных революций. Причем интересно, что у каждой из этих цветных революций есть какое-то название, как, скажем, революция Рос, революция там нарциссов, революция ландышей, гвоздик. И действительно, если в интернете загуглить, то мы увидим, что у тебя порядка, там, 30-40 различных видов цветов используются для описания тех или иных событий. Потому что мы знаем наиболее известные революции, типа, там, революция тюльпанов или революция Рос. На самом деле, там можно найти целый букет, в прямом смысле, самых разных революций. Следующая очередь была египетская. В феврале 2011 года последовало падение авторитарного режима, возглавляемого президентом Египта Хосни Мубараком. Вот как раз Мубарак, он здесь выступает в ООН, еще как бы ничего не опасается, еще не знает, что очень скоро его режим свергнут. А это очень интересная такая карикатура, да, которая как раз показывает запуск арабской весны, да, эффект домино. Сначала Тунис, потом Египет Мубарак и типа, хузнекст, да, и вот так вот действительно они все и полетели. Это Каир, площадь в Египте, где тоже вот народ взволнованный, радуется тому, что они уничтожили собственного тирана. Наиболее кровавым образом, конечно, закончился многолетний конфликт в Ливии, где с одной стороны были различные гражданские напряженности. Лидер и диктатор, бессменный, да, диктатор Муаммар Каддафи противостоял целому ряду различных других кланов на территории своей собственной страны, то есть там, в принципе, шла гражданская война. Вот, в рамках вмешательства НАТО, при поддержке США и президента Барака Обамы, туда был направлен контингент войск, который, конечно, поддерживал сепаратистов. Вот, это в итоге привело к краху режима Каддафи. То есть, вслед за Хусейном упал второй, такой, наиболее известный на Ближнем Востоке режим, режим Муаммара Каддафи. И оба из них в процессе этих боевых действий нашли свою смерть. Вот как раз журнал «Тайм» рисует Муаммара Каддафи, да, его «Last Stand». То есть, как бы последнее противостояние, когда там уже штурмовали Бенгази и другие крупные населенные пункты Ливии. Ну, это какой-то просто подбитый ливийский танк. Значит, не сумев остановить расширение НАТО и вмешательство США в ход войны на Балканах, то есть, Россия тогда вынуждена была смотреть на бомбардировки Сербии, ну, как сказать, вынужденным образом. Да, мы ничего тогда не могли этому противопоставить. В итоге Россия вынуждена была сосредоточиться на том, чтобы попробовать закрепиться как лидер на территории постсоветского пространства. Вот, но, к сожалению, Москва не смогла в должной мере ни защитить своих соотечественников, да, оказавшихся в 1991 году за рубежом, не более-менее серьезно оказать давление на постсоветские государства. То есть, была потеряна в политическом плане Прибалтика, была потеряна Украина, по сути, Молдавия, Грузия и ряд других, значит, районов. Если говорить именно о защите своих соотечественников, то, конечно, можно вспомнить Приднестровский конфликт, Нагорно-Карабахский конфликт, резню в Северном Казахстане, в Таджикистане. То есть, во всех вот этих ситуациях, по большому счету, русские, этническое, да, меньшинство оказалось заложником тех или иных политических процессов, которые происходили в этих странах, и очень часто это было причиной, в общем, геноцида в отношении русского населения и гибели большого числа гражданских. США максимально сузили зону влияния России на всем постсоветском пространстве, добились того, что Эстония, Латвия и Литва вошли в состав НАТО, вот, а также поддерживали так называемые цветные революции. Посмотрите, да, революция в Грузии, которая привела к власти Саакашвили, революция в Киргизии и знаменитая революция на Украине, да, вошедшая в историю как оранжевая революция. Вот как раз мы здесь видим митинг против коррупции и против действующего, значит, тогдашнего, да, украинского президента со стороны украинских граждан, да, то есть это, соответственно, Крещатик, это центр Киева, да, как оранжевая революция, которая привела к власти тогда Юрия Тимошенко и Виктора Ющенко. Являясь первоприемником СССР, Россия в полном праве является участником целого ряда международных организаций, да, это, во-первых, Совет Европы, в который мы вошли при Ельцине в 1996 году и в результате чего ввели мораторий на смертную казнь. Это также Тихоокеанское сотрудничество, это ОСИАН, это сотрудничество экономических партнеров по Индийскому океану. То есть, в принципе, Россия довольно глубоко интегрирована и до сих пор остается интегрирована в ключевые политические и экономические структуры. После начала антитеррористической операции в Афганистане Россия поддержала усилия мирового сообщества по борьбе с терроризмом и также поддержала ту часть афганских граждан, которая выступала против фундаменталистского режима талибов. То есть, вот в этом конкретном случае Россия поддержала международные силы НАТО. Результатом этого сотрудничества было то, что российским представителям даже дали мандат на разработку некоторых месторождений, нефтяных месторождений на территории Ирака, что, в общем, конечно, для нашей экономики было довольно прибыльно. Если говорить о дальнейшем режиме ядерного разоружения, то, конечно, нужно вспомнить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, так называемый СНВ-1, который был подписан, значит, у нас еще Горбачевым, вот, Россия также добилась того, что США вынуждено было убрать свои ракеты, да, в рамках системы ПРОС территории Чехии и Польши. То есть, в этом смысле это было нашим достижением. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама подписали новый договор СНВ-3, это, так сказать, последний новейший договор, который регулирует уровень сокращения ядерного вооружения с двух сторон. Вот как раз мы видим Дмитрия Медведева и недавно тогда вступившего в должность, получившего премию мира, Барака Обаму, который подписывает договор СНВ-3. Россия твердо придерживается режима нераспространения ядерного оружия. Мы сотрудничаем с мировым сообществом, сотрудничаем с главной организацией в этом вопросе МАГАТЭ. Но что касается жестких санкций против ядерной программы Ирана, то с этим мы не согласны. Но если говорить о том, что происходит сегодня, то в итоге ядерная программа Ирана была, в общем, заморожена под давлением США. И мы здесь никак, значит, повлиять на эти решения не могли. Все-таки мировое сообщество, в целом НАТО и ООН стоят на твердой позиции того, что как в Северной Корее, так и в Иране, пусть в меньшей степени, но все равно, режим политический чрезвычайно нестабильный. Значит, позволять этим людям каким-то образом исследовать ядерную энергию, обогащать ураны, это потенциально опасно. Потому что регион очень нестабильный. Значит, Россия выстраивает двусторонние взаимовыгодные отношения с целым рядом европейских стран. Франция, ФРГ, Италия. Россия смогла в итоге заблокировать вхождение в состав НАТО Грузии и Украины. То есть, вот в конце 20-го, в начале 21-го века, в принципе, вхождение в состав НАТО этих территорий было очень и очень вероятно. Но это было бы чрезвычайно мощным политическим военным риском для России. Поэтому мы по своим дипломатическим каналам, разумеется, как обычно, в той или иной степени спекулируя поставками газа в Европу, мы смогли эти процессы временно остановить. С другой стороны, Россия наращивает темпы взаимодействия с очень крупными экономиками мира. Пусть это и второй экономический эшелон развивающейся страны. Но, тем не менее, Россия, Бразилия, Китай и Индия, а также сюда в этот союз уже входит Южная Африка, это, в общем-то, согласитесь, просто огромное число людей. Хотя бы Индия и Китай, это уже, в общем, 2,5 миллиарда человек. Вот этот БРИК, который можно целиком назвать БРИКС, потому что сюда еще входит Саус-Африка, Южная Африка. В общем, это страны с догоняющей модернизационной системой, которые, конечно, к постиндустриальному обществу относятся, ну, как сказать, по типу догоняющих экономик. Но, с точки зрения своих трудовых, сырьевых и минеральных ресурсов, тем не менее, являются очень важными участниками мировой торговли. Особенно, конечно, это нужно сказать про Китай. В 2009 году Россия, Белоруссия и Казахстан наконец-то заключили долгожданный таможенный союз, который предусматривает между этими государствами зону свободы и торговли. Вот получается, что единственные страны бывшего Советского Союза, с которыми Россия смогла наладить вот этот вот тесный экономический контакт, это только была Белорусь и Казахстан. То есть, ни другие страны Кавказа, Средней Азии, да, никто, значит, больше с Россией так плотно и плодотворно по этому вопросу дружить не хотел. Ну, здесь как раз вот виден, да, этот таможенный союз, Россия, значит, Казахстан, да, Белорусь, вот, Украина. Вот, ну, на этой ноте мне как раз, на этой таможенной интеграционной ноте хотелось закончить сегодняшнюю лекцию. Спасибо.